Смотрите, какие оригинальные велосипеды. Почему их промышленным способом не выпускать? Ну, будет на 20-30 долларов дороже. А сколько было бы удовольствия в парке с ребенком прокатиться маме? Непонятно, почему промышленность не идет на запросы граждан. А вот еще конструкция. И швейная машинка, и указатель пути, кто смотрит вперед на дорогу. Ну, это такое советское, скорее всего. Это в Германии. Полицейский со служебной собакой, послевоенная, едет себе, да, патрулирует улицу. Ну, вот конструкция деревянного велосипеда. Не знаю, как она будет по весу. Как вы думаете? Сильно тяжелая. Тут, похоже, как солнечная батарея еще там закреплено. Но эти панели можно сделать больше, чем сделано. Это тоже такой вот универсал, сделан из пластика. Хорошая конструкция, от чего промышленность не внедряет ее. Тут такой прицеп сделан красивый. Что ребенок всегда у вас на контроле. И просто, и оригинально получается. Скорее всего, наименее затратный такой путь. Это каждый уже может сделать. Несложная такая конструкция. Это вот четырехколесный прогулочный велосипед. Очень красиво смотрится и солидно. Это после революции и до. Вот такие были кареты скорой помощи. Исторический кадр. Хватает силы у него крутить. Но тут непонятно, то ли это шутка, то ли по-настоящему такую карданную передачу сделал шестеренками. Это такой прицеп. Довольно таки свободного действия. И большие конструкции на него можно загрузить. Это в Дании. Так и едут. Сделали люди от безысходности себе такую корзину. Это наша стандартная конструкция, что сейчас в магазинах продается. Но видите, ничего примечательного. Это Тесла. Электровелосипеды. Тут уже изящность линий, форм. Это, конечно, красота и современность. Это оригинальная велопарковка. Смотрите, как экономично отщелкиваются эти штуки и смотрится по-дизайнерски красиво. Но это наш атрибут, велозвонок, чтобы всегда пешеходы предупредить их. А это мне нравится ванильный цвет велосипеда. Что-то необычное в этом цвете. И почему не красит промышленность в такие цвета? Сейчас Артем покажет нам, как велосипед включается и начинает ехать. Что ты включаешь? Включается просто кнопочкой. Включил кнопочку. Нажали, и если опустить гашетку, то будет. Да. Все просто. А гашетка чем выше, чем ниже? Чем ниже, тем больше мощность. А может удобнее было, как в мотоцикле, чтобы вот это поворачивалось? Нет, оно немного неудобно, когда далеко ездишь. А, что рука устает, да? А так пальцем вот это нажимаешь и намного проще. Ну, на пальце нажимаешь, есть круиз-контроль, то есть выбрал мощность, нажал на кнопочку, он будет постоянно крутиться. А, скажи, а вот это вот, сейчас уже изменились тут вольтаж, да? Вольтаж чуть-чуть упал, ток вот идет. 22? Да. 200 миллиампер, 11 ватт. А это что, берет, сейчас 8-180 ватт? Это потраченная энергия, 188 ватт-часов. А, это с момента включения, да, вот сейчас потрачено, да? Ну, не сейчас, это я еще съездил на работу. Да, конечно, интересно. Так, ну, давай сейчас ты садись и начинай тогда ехать, как оно все идет. Садись и начинай, как оно все идет. Артем, скажи, а вот это, тут можно и педалями помогать иногда ему? Педали можно крутить, в принципе, до скорости, там, до 20 км в час можно даже без помощи электродвигателя ездить. Без помощи до 20, да? Да. То есть оно, если ты вот едешь на педалях, оно не сильно, ну, тяжело, да, в принципе, так же самое? Ну, смотря, с чем сравнивать. Если взять обычный классический велосипед, кросс-контрейный, то да, оно тяжелее крутится. Ну, в принципе, вот говорю, продолжительно 20 км в час вполне реально. Можно даже, если у тебя разряжен, в магазин съездить, ты сел на него, как на обычном велике, можно съездить. Да, как на обычном велосипеде без проблем можно доехать. Ясно. Конечно, универсальная конструкция для души. А вот так вот ты оставляешь его возле магазина, там, вот, оно, или там видеокамеры наблюдения стоят, да? Там, само собой, есть камеры, плюс, в принципе, есть сигнализация. А, что так вот, да? Сигнализация, если, допустим, его. Да. Все продумано. Да, то есть, все есть, понятно, что аппарат дорогой, и нужна и сигнализация, и другие меры защиты, чтобы, если что, даже и украли, то можно было его без проблем где-то там отыскать. Ясно. Тут ты укреплял раму, да, немного? Там, да, переделывал, и так сказать. Ну, шум слабенький от него идет, такой вот. Ну, за этим будущее, что тут сказать. И механическая сила, и электротяга. За этим будущее. Так что, теперь только найти бы и конструкцию, чтобы полегче, потому что это сильно посредством дорогая конструкция, чтобы хотя бы на такой обычный велосипед уже вложений не делать в раму. И это. Ну, может, напишешь рекомендации, я потом отдельно еще пост опубликую с этим видео. Напишешь рекомендации, где ты искал схемы, может, пришлешь мне схему саму свою. Хорошо, я публикую тоже. Да, чтобы это. И мы людям, кто вот посмотрит, чтобы они уже могли немножко твоим путем идти и вот так вот сэкономить себе время, средства и найти оптимальный вариант. Вот они увидели твою конструкцию такую вот максимальную. Потому что по городу оно бросается в глаза, оно как конденсаторы, вот эти вот большие синие. Многие думают, что это конденсаторы. И думаешь, как же оно вот это придумал человек. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok